МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 сентября 1944 года войска 1-й польской армии при поддержке артиллерии и авиации 1-го Белорусского фронта начали форсирование висок. ВЫСТРЕЛЫ Есть связь с Буркомаровским? Нет, никакой. На этих кадрах киноэпопеи «Солдаты свободы» Юрия Озерова малоизвестная неудачная операция 1-го Белорусского фронта. Ее целью была помощь Варшавскому восстанию, поднятому польскими подпольщиками против немецких оккупантов в августе 1944 года. Советско-польский десант должен был высадиться на участках берега, занятых повстанческой армией Краевой, под командованием генерала Буркомаровского и объединенными силами двинуться на спасение Варшавы. Но к моменту высадки десанта повстанцы покинули свои позиции и Красную армию встретили части гитлеровских войск. ВЫСТРЕЛЫ Лопцы! Огно! ВЫСТРЕЛЫ 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 на восточный берег Вислы. Штаб Буркомаровского на связь не выходил. Чтобы восстановить связь и получить реальное представление о происходящем в столице Польши, решено было забросить туда разведгруппу под командованием лейтенанта Ивана Колоса. За 10 трагических и роковых дней, которые разведчику суждено было провести в восставшей Варшаве, Иван Колос был удостоен золотой звезды. Но не героя Советского Союза, а героя России. Ведь информация о его подвиге была закрытой до 1965 года. Мало того, даже сегодня часть добытых Колосом в Варшаве сведений продолжает храниться под грифом «Секретно». «Что вы знаете о восстании в Варшаве?» – спросил Рокоссовский. «Подпольная армия Краева подняла восстание 1 августа без согласования с нами», – коротко ответил лейтенант Иван Колос. Маршал усмехнулся. «Варшавяне думали, начнут восстание. Тут мы подойдем, а они встретят нас гордо. Не мы их освободили, а не сами. Но мы остановились в 40 километрах от города. Продолжать наступление невозможно. Сами знаете, после двух месяцев тяжелых боев войска обескровлены, обозы отстали, у нас есть танковые части, в которых не осталось танков. «Но помочь восставшим мы хотим», – уточнил Колос. «Да, только нужно понять, что за чертовщина там происходит. Вы думаете, восстание обречено на поражение? Хуже, на предательство», – ответил Рокоссовский. И, крепко обняв Колоса, добавил, «Лейтенант, постарайся спасти Варшаву. Это мой родной город. От себя лично прошу». Так Иван Колос отправился туда, где верить нельзя было никому. «Лейтенант, постарайся спасти Варшаву» Пора! Пора, ребята! Пора, ребята! Советская разведгруппа «Лейтенант Иван Колос», позывной «Олег» и его радист-сержант Дмитрий Стенько, позывной «Оскол», десантировались в самом центре Варшавы, в районе улиц Маршалковская и Хожа. Они прыгали в море огня, в объятую пожарами, лежащую в руинах столицу Польши. Чтобы выйти из зоны действия вражеских ПВО, самолет опустился на критически малую для десантирования высоту. И когда уже самолет пошел вниз на обреющем полете, он соскальзнул с крыла, и ему показалось, что парашют раскрылся во время удара до земли, и очень близко был. Упал он на разваленные здания. В истории, наверное, такого не было вообще, что по горящей горке с такой высоты прыгал человек. Приземлившись на верхнем этаже разрушенного здания, разведчик получил травму и потерял сознание. А придя в себя, увидел, как к нему подходили вооруженные люди. Разведчик десантировался в форме капитана Красной Армии, чтобы показать советские войска уже рядом. Он достал пистолет рукой здоровой, там у него была подвернута, вывихнута, направил на приближающихся и услышал польскую речь. Там до немцев было 300 метров от этого места, где он упал. Не попасть к немцам – это была только половина удачи. Не менее важно было попасть к нужным полякам. На территории оккупированной Польши активно действовало сопротивление, главными силами которого были подпольные армии Людова, симпатизирующие коммунистам, и Краева – националистическая. Последняя подчинялась польскому эмигрантскому правительству, которое базировалось в Лондоне. Повезло нашему разведчику, потому что если бы он попал к армии Краевой, я не исключаю, чтобы его просто расстреляли. Вот такие вот были доблестные эти ребята. Улица Хожа, где приземлился Колос, находилась под контролем армии Людовой, то есть народной. Она подчинялась организованному в Москве польскому комитету национального освобождения. В составе армии Людовой было много рабочих и коммунистов, которые ждали Красную Армию и хотели воевать в составе созданного на территории СССР войска польского. Я офицер связи штаба маршала Рокоссовского. Ты сам? Ты один? Один. Напарника Колоса, радиста Дмитрия Стинько, обнаружили лишь через несколько часов. Он был тяжело ранен и без сознания. И нашли его там недалеко от того места, где приземлился отец, на балконе здания. Но когда вот подошли, то увидели, что эти прутья от балкона прошили ему все ноги. «Шансов почти нет, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ваш товарищ выжил и не остался коллегой», пообещали Колосу медики в штабе армии Людовой. С Дмитрием Стинько Колос прошел всю войну. Радист входил в самую первую разведгруппу, с которой Иван в 1942 году был заброшен в Белорусское полесье. Это были его родные места – Лельчицкий район, деревня Картыничи. Тогда было такое направление десантировать разведчиков в тех местах, где они родились, откуда призывались в армию. Это было с целью, чтобы они быстро освоились. По данным нашего института истории, Академии наук, на территории Белоруссии было заброшено 182 группы. Там, где были эти группы, создавались отряды, назывались «партизаны». А какие партизаны? Не партизаны, а разведчики групп. После окончания в 1942 году Могилевского пехотного училища, дислоцировавшегося в Вольске, Колос был направлен в военную разведку. Вместе со своей группой Дмитрием Стинько и еще пятью разведчиками собрал из местных жителей своих недавних соседей партизанский отряд имени Кутузова. Потом организовал еще три отряда, объединенные в Лельчицкую партизанскую бригаду – 700 человек. Ивану тогда было всего 19 лет. Партизанская бригада Колоса активно вела подрывную диверсионную деятельность, участвовала в рельсовой войне. Но главным направлением ее работы стал сбор разведданных. Отрады, которые себя проявили именно в вопросах разведки, становились по личному указанию Иосифа Виссарионовича оперативными центрами. За всю Великую Отечественную войну на оккупированной территории Советского Союза было шесть таких центров. Вторым оперативным центром был отряд бригада Иванова Андреевича. Оперативный центр Колоса сообщал о передвижениях войск противника в укрепрайонах, аэродромах и базах, отслеживал работу разведшкол Абвера на территории Белоруссии, регулярно поставлял данные на их выпускников-диверсантов. В мае 1943 года Иван Колос и Дмитрий Стенько были отозваны из Белоруссии в Москву в Главное разведывательное управление. Осенью 1943-го они были на полгода заброшены в немецкий тыл, в район Ельска-Мозыря, а в марте 1944-го в районы Гродно и Барановичей. Четыре месяца радист Стенько передавал добытые Колосом разведданные, необходимые для подготовки и развертывания грандиозной белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». За этот подвиг в июне 1944 года лейтенант Иван Колос был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени, а сержант Дмитрий Стенько – Орденом Отечественной войны 2-й степени. И вот теперь операция «Багратион» была завершена. Проводник вел Колоса по бесконечным варшавским подземельям из района подконтрольного армии «Людовой» в район подконтрольной армии «Краевой». Темные сырые подвалы, где даже горящий свечной агарок был редкостью, а «Печка-буржуйка» роскошью, стали последним пристанищем для тысяч мирных варшавян, которые лишились своих домов в результате немецких бомбежек и артобстрелов. Он там проходил через катакомбы, видел все это – голодные люди, оборванные в грязи, канализация не работала, поставок никаких не было. Колос задавался вопросом, почему командование восстанием не организует помощь гражданскому населению? Он уже знал, что все продукты, которые союзники сбрасывали восставшим с самолетов, собирались на складах армии «Краевой». При этом суточный паек бойцов армии «Людовой» ко второй половине сентября состоял из нескольких сухарей и одной кружки суррогатного кофе. А у гражданского населения, судя по тому, что увидел Колос, не было даже этого. Из очередного подвала проводник вывел Колоса к многоэтажному дому, странным образом сохранившемуся среди развалин. Судя по всему, его не обстреливали и не бомбили. Именно в нем находился штаб армии «Краевой». Прошу, пан лейтенант, Харунжи из штаба армии «Краевой» распахнул перед Колосом дверь в роскошный кабинет, освещенный множеством свечей в канделябрах. Навстречу Колосу поднялся бригадный генерал с позывным «Монтер». В комнате находился еще один человек в штатском, который не представился. Но Колос понял, это и есть командующий восстанием граф Комаровский по прозвищу «Бур». «Кто вы и с какой целью прибыли в Варшаву?» – спросил «Монтер». Колос доложил, что прибыл по поручению Рокоссовского для налаживания связей и оказания помощи. «Помощь нам уже оказывают Великобритания и США», – ответил «Монтер». «Поляки против сотрудничества с советами, и мы считаем нужным прислушаться к мнению нашего народа». «О каком народе вы говорите?» – спросил Колос. «Все, с кем я встречался в Варшаве, ждут Красную Армию и войско польское. Войско польское воюет здесь, в Варшаве. Никакого другого войска польского не существует», – вмешался в разговор Бур. «Вас неверно информировали, господин Бур», – сказал Колос. «Солдаты войска польского вместе с Красной Армией освободили уже половину страны». «Нам не нужна такая страна», – сказал Бур. «Свободная?» – спросил Колос. «Советская», – ответил тот. Покидая штаб армии Краевой, Колос думал о том, что его задание усложняется, так как переговоры фактически сорвались. Командующий Варшавским восстанием не просто отказался от помощи, он дал понять, что видит в Красной Армии не союзника, а врага». Выйдя из здания штаба армии Краевой, Колос увидел припаркованный у входа немецкий бронированный автомобиль. За рулем водителя в немецкой форме. Проводник объяснил, гитлеровцы приезжают уже не первый раз, предлагают все новые, выгодные варианты капитуляции. В ночь с 22 на 23 сентября 1944 года Иван Колос впервые вышел на связь из Варшавы и передал в разведотдел штаба 1-го Белорусского фронта информацию об обстановке в городе и результатах встречи с Буркомаровским. «Это была та информация, которой мы нуждались. Мы что получили? Получили сведения о том, что Варшавское восстание близко к полному уничтожению. То, что цели повстанцев, то есть руководство повстанцев, они антисоветские». Сеанс связи с центром ввел Дмитрий Стинько. Медики армии Людовой знали свое дело, да и купленный на черном рынке пенициллин сработал. Колос надеялся, что его товарищ идет на поправку. Он зафиксировал время окончания связи – 2 часа 30 минут. И в этот момент с улицы через окно в комнату влетела мина. Раздался взрыв. Иван был контужен, а Дмитрий смертельно ранен. Он скончался через 8 часов на руках у друга. Через несколько дней Ивана передали информацию из анонимного источника. Минометный обстрел не был случайным. Это было подготовленное покушение на жизнь советского резидента. В Варшаве и в армии Людовой, и в других вооруженных формированиях, кроме АКА, было очень много людей, которые симпатизировали Советскому Союзу. И которые, в общем, не за страх, а за совесть, действительно, передавали ему эти сведения. И вот его эти информаторы, они были самыми ценными. Колос уже многое знал о сложном распределении политических и военных сил в Варшаве. Армия Людова не получала от армии краевое вооружение, которое сбрасывала англо-американская авиация. Колос наладил доставку советских грузов в точки, указанные бойцами армии Людовой, напрямую связав их со штабом 1-го Белорусского фронта. В сентябре 1944 года советские летчики доставили и сбросили повстанцам Варшавы почти полторы тысячи автоматов, сотни винтовок, минометов и противотанковых ружей, карабинов, 37 тысяч мин и столько же ручных гранат, больше трех миллионов патронов, 45-мм пушку и 300 снарядов к ней, а также полтонны медикаментов и 131 тонну продовольствия. Медикаментами и продуктами бойцы армии Людовой делились с гражданским населением. Колос организовал прикрытие боевых действий армии Людовой советской наземной артиллерии, а также с воздуха советскими бомбардировщиками и штурмовиками. Спустя три дня после появления советского офицера ни один немецкий самолет не смел появиться над районами Варшавы, занятыми повстанцами армии Людовой. Вместе с ними Колос участвовал в уличных боях с гитлеровцами и дважды был ранен. По восставшей Варшаве быстро разошлась молва об офицере Красной армии, проливающем кровь за свободу поляков. С армией Людовой отбили они, по-моему, 400 веннопленных. Вот он тогда писал, да, на улицах Варшавы. Колос также провел разведку опорных огневых пунктов немецкой обороны и добыл бесценные данные. Которые нам очень пригодились уже при штурме Варшавы, при освобождении Варшавы уже в январе 1945 года. То есть немецкое расположение, линия обороны, укрепленные позиции, все это доставил Колос. Колос был свидетелем тому, как среди бойцов повстанческих подразделений и гражданских лиц агитаторы армии Краевой разносили слухи о запланированной Сталиным массовой депортации поляков в Сибирь и грядущем заселении польских районов русскими и украинцами. Также распространяли ложную информацию, что немцы заключили перемирие с Англией и Америкой и начинают совместно с ними войну против России. В Варшаве, ее пригородах, люди читали подписанные бур комаровским листовки с призывом встретить Красную Армию с оружием в руках. Расследуя деятельность армии Краевой в Варшаве, Колос узнал о диверсионно-террористической организации Польский комитет безопасности, сокращенно ПКБ. Добытый колосом сведения содержится в документе под названием «Протокол опроса разведчика штаба 1-го Белорусского фронта Олега». Он был рассекречен в январе 2020 года приказом министра обороны Российской Федерации. ПКБ проводили ярко выраженную националистическую политику. Все украинское население, оставшееся в Варшаве, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы. ПКБ проводил специальные облавы на советских военнопленных, стремясь захватить заложников для последующего обмена с Красной армией. В своем отчете Колос писал о расстреле прорвавшихся в центр Варшавы бойцов 9-го полка войска польского. Расстрел был произведен боевиками армии Краевой. Сейчас поляки всячески пытаются отмазать этих людей. Ему установлен памятник, памятник проклятым солдатам. Кстати, не зря их называют проклятыми солдатами. Потому что эти солдаты очень своеобразно понимали борьбу за освобождение Польши. У них было два врага – Германия и Советский Союз. Польский сержант Лехно, передавший Колосу сведения о преступлениях ПКБ, был убит сразу после встречи. Иван чувствовал себя невероятно одиноким в восставшей Варшаве. И все чаще вспоминал девушку по имени Галина. Помнит ли она его? Ждет ли? Они познакомились в госпитале под Мозырем в 1944 году. Она была военврачом, он шел на поправку, не пропускал ни одного вечера с танцами и ни одного танца с нею. Потом выписался и исчез. И вот спустя несколько месяцев появился снова. В руках летный шлем, доверху заполненный цветами. «Летел, увидел полянку фиалок, решил привезти ее вам, Галочка». Колос смотрел на Галю и не мог понять, о чем она думает. Обычно он легко читал по лицам, без этого разведчику просто не обойтись. Но прочитать мысли девушки, в которую влюблен, не получалось. А девушка думала, и как только меня угораздило в него влюбиться. Он просто мальчишка, к тому же лопоухий. «Нет, нет, ни за что, не признаешь, что влюблена». Госпиталь все время переводили с одного участка фронта на другой, но Иван неизменно находил Галину. Прилетал из ниоткуда, улетал в никуда. Она считала его летчиком и очень боялась, что он однажды не прилетит. В тот день, когда он чуть не погиб в Варшаве, Колос загадал, если выберусь отсюда живым, женюсь. Но так случилось, что свадьбу они сыграли только в 1947 году, через два года после победы. В начале второй декады сентября 1944 года еще один добровольный информатор Колоса из армии Краевой, капитан Богуславский, адъютант самого генерала Монтера, предупредил советского разведчика о новом покушении. «Тебе надо покинуть Варшаву как можно скорее». Но Колос не мог уйти из города, не выяснив подлинных причин восстания. Как вы могли допустить восстание поляков в Варшаве? Мой фюрер, мы должны благодарить небеса за то, что это случилось. Если бы Варшавского восстания не было, то вам нужно было бы его придумать. Варшавское восстание поможет нам стереть с лица земли этот город, который все эти годы был рассадником смуты и разложения. Колос хотел восстановить хронологию восстания. Он уже знал, что в первые дни повстанцам удалось завладеть лишь малой частью из намеченных командованием объектов. Но главное, по загадочной причине стратегически важные объекты, мосты, военные склады, вокзалы остались в руках немцев. Протокол опроса разведчика штаба 1-го Белорусского фронта Олега. После захвата Варшавы сюда должно было немедленно прибыть польское правительство во главе с Миколайчиком. Одной из задач поставленных армией Краева было первоочередное очищение помещений правительства и министерств. Правительство Миколайчика полагало, что Варшава, занятая армией Краевой, станет преградой для Красной армии. Колосу эта мысль казалась просто абсурдной. Однако, вспомнив свою встречу с Гуром, его самомнение и безапелляционность, Иван понял, что удивляться тут нечему. Потому что они, ну, тихо нас ненавидели. Вот эта польская шляхетская спесь, которая была у лондонского иммигрантского правительства, полностью здесь проявлялась. Миколайчик считал, что, заняв Варшаву, сможет заставить Сталина сесть за стол переговоров. По итогам этих переговоров он надеялся вернуть в состав Польши Западную Украину, Западную Белоруссию и не только. Хотел бы напомнить нынешним литовцам. Литву, они считали, что должна была войти в состав Польши. Восточная Пруссия тоже должна войти в состав Польши. А вот такие государства, как Латвия, Эстония и Украина, считали поляки, все это есть в официальных документах. Они должны быть независимыми созданными государствами, но под контролем Польши. Но в сентябре 1944 года было уже ясно, что мечтам о создании новой Речи Посполитой не суждено сбыться. Впрочем, даже провал Варшавского восстания мог принести дивиденды его организаторам. На этот случай тоже существовал специальный план. Сделать из этого восстания современным языком пиаракус, невзирая на жертву, невзирая на что, заявить о том, что вот, смотрите, мы подняли восстание, мы пытались захватить Варшаву, нам никто не помог. Ну, собственно говоря, кто виноват? Красная армия. В Варшавском восстании приняли участие около 40 тысяч человек, но только 20% из них были обучены и вооружены. Там же фотографии, если посмотреть тут, чем они вооружены. У кого-то там немецкое оружие, у кого-то там допотопные пистолеты еще там Первой мировой войны, кто-то там немецкой каски, кто-то там фуражки не пойми какой. Ну, это жалко, конечно, на них смотреть. Каждый день Колос слышал от рядовых повстанцев и от мирных жителей Варшавы одни и те же слова. Где же Красная армия? Мы же на вас надеялись. И когда он объяснял, что Красную армию никто не предупредил о начале восстания, люди не могли в это поверить. А Колос размышлял о событиях 16 сентября 1944 года, когда советско-польский десант, преимущественно состоящий из бойцов войска польского, форсировал Вислу, пытаясь прорваться на помощь восставшим. На берегу десант должны были встречать бойцы армии Краевой, но их там не оказалось. Они десантировались туда, но в результате немцы их сбросили в Вислу, и они, в общем, потеряли там почти 4 тысячи человек. Для польского корпуса это были большие потери. В результате проведенного расследования Колос выяснил, что бойцы армии Краевой покинули свои позиции на берегу по приказу Бур-Комаровского перед самым появлением войска польского. Это была не тактическая ошибка, это было предательство. Мысли разведчика обратились к немецкому автомобилю, который он видел у штаба армии Краевой. Немцы предлагают выгодные условия капитуляции, так ему тогда объяснили. За выгодные условия надо чем-то платить. Возможно, 4 тысячи жизней бойцов войска польского – подходящая плата. Между тем, как раз на днях Колос узнал о секретном распоряжении, отданном командованием армии Краевой Польскому комитету безопасности – ПКБ. Это был план действий в случае прихода в Варшаву советских войск. Уходящему в подполье Польскому комитету безопасности была поставлена задача – после вступления Красной армии в Варшаву вести диверсионные акты против руководящих лиц войска польского, Польского комитета национального освобождения, и готовить второе восстание в городе. Для этой цели должны были быть использованы нетронутые склады боеприпасов и вооружения, находившиеся вне Варшавы. На этих складах лежало английское оружие. Премьер-министр Черчилль выразил Министерству обороны Великобритании обеспокоенность по этому поводу. Вот мы посылаем оружие армии Краевы, а вдруг оно будет использовано теперь против Красной армии, и русские нас обвинят, что мы снабжаем враждебную силу. Военное командование Великобритании на вопрос о том, как давно они знали о готовящемся восстании в Варшаве, в один голос отвечали. Мы сами ничего не знали. Врут. Западные союзники врут, они знали, естественно, что те хотят. По мнению историков, польское эмигрантское правительство в Лондоне и армия Краева в Польше действовали под контролем британской разведки. Подготовка Варшавского восстания и его ход были в подробностях известны сотрудникам так называемой «Польской секции» и британскому резиденту в Варшаве. А как? Как по-другому? Они в Лондоне обоснованы. Естественно, британская разведка имела все полные контакты, то есть крепко держали своих, можно так сказать, ежовых рукавиц лондонское, мигрантское, польское правительство. Какой будет послевоенная карта Европы и в какие цвета она будет окрашена, решалось в 1944 году. Иван Колос оказался одним из тех людей, кто повлиял на это решение. Его донесения из Варшавы регулярно доставлялись в Кремль. Так же, как на Даунинг-стрит в резиденцию премьер-министра Великобритании, регулярно поступали отчеты британского резидента. В период Варшавского восстания вот эта вот борьба разведок, конкуренция разведок еще более ожесточается. Все понимали, что война приходит к своему логическому завершению, и дальше уже нужно было делить лавры победителей. И вот здесь как раз достаточно благовидную роль играла именно английская разведка по отношению к Советскому Союзу. Но в текстах докладов и отчетов Колоса, находящихся сейчас в свободном доступе, британский резидент ни разу не упоминается. Можно предположить, это зафиксировано в других документах. Насколько я знаю, до конца еще не полностью придана ласке. Я думаю, что он передавал весьма секретную информацию о, может быть, не совсем благовидной роли разведок союзных держав в Варшаве. Я вот думаю, что во многом благодаря этим материалам потом все это было положено на особое хранение. В последние дни сентября 1944 года Колос решил, что его миссия в Варшаве выполнена. Он знал то, с какими целями, какими средствами организовал восстание в Варшаве. Знал о тайной поддержке восстания союзниками и тайных переговорах организаторов восстания с противником. Он понимал, что замысел восстания родился из корысти, трусости и предательства. Генерал, уже две недели мы не выдаем продуктов. Нет воды. Я уже не говорю о детях. С голоду умирают взрослые, гражданское население. Единственное, что удерживало Колоса в восставшем городе – боевые товарищи. Покидать их в такой момент было по-настоящему тяжело. Пусть эти гигантские развалины города, это кладбище, на веки веков останутся доказательством нашей стойкости. Значит, что? Смерть? Смерть? Нет. Капитуляция. Германские войска перешли в решающее наступление. 27 сентября сдался Макотов, а 30 сентября – Желебош. Держался только центр. Но 1 октября по приказу Бур-Комаровского, а, скорее всего, по приказу его британских кураторов, повстанцы прекратили огонь. Варшава капитулировала. Колос стоял в толпе варшавян, смотревших на колонны аковцев, бойцов армии Краевой, которые выстроились, чтобы проследовать к месту капитуляции. Толпа волновалась. Чего они медлят? Только себя и нас мучают. Кто-то усмехнулся. Да они белый флаг найти не могут. Все просто не в Варшаве пошли на перевязки. И тут случилось то, о чем даже помыслить было невозможно. Заминка с белым флагом взбесила аковского офицера. Ругаясь, он схватил польский флаг и начал рвать его пополам. Стояла мертвая тишина. Слышен был только треск рвущейся ткани. Польский флаг состоит из двух полос – красный и белый. Белый цвет символизирует чистоту и благородство, а красный – мужество и отвагу. Мужество и отвага были не нужны тем, кто готов благородно сдаться. Полоса была оторвана и брошена на землю. На древке осталось лишь белое. Флаг Польши превратился во флаг капитуляции. Жертвами восстания стали 20 тысяч повстанцев и 200 тысяч мирных жителей. Его разгром по сей день остается незаживающей раной в истории Польши. Буркомаровский смог выторговать у немецкого командования выгодные условия капитуляции для себя и бойцов армии Краевой. Им сохранили жизнь. Тысячи бойцов армии Людовой и других повстанческих подразделений были расстреляны. Гражданское население Варшавы было отправлено в концлагеря. Войска СС провели тщательную зачистку города. Следом за ними по Варшаве прошли солдаты немецких инженерных войск. Выполняя требования Гитлера, они взрывали дом за домом, квартал за кварталом. Столица Польши была буквально стерта с лица земли. Колос покинул Варшаву 1 октября 1944 года. В 10 часов вечера вместе со своими товарищами из армии Людовой он спустился в канализационный люк на аллее Чездовской и двинулся по подземным каналам к Висле. Несколько раз путем преграждали гитлеровские пулеменщики. Часть ходов оказалась завалена, в других пылали пожары. Тот путь под землей стал самым страшным испытанием в жизни Ивана Колоса. Но он всегда рассказывал об этом с юмором. Да, да, с юмором рассказывал, как он полз по канализационной трубе, а труба все становилась меньше и меньше, а жидкость, которая там была, все выше и выше. Ну и в конце, значит, уже только у него один нос торчал. И вот он говорит, я уже думал, что я сознание потеряю, и уже никогда не выйду из этой жижи. В велосипедной шине, привязанной к груди, Колос спрятал все добытые им в Варшаве документы. Их содержание он считал более ценным, чем собственную жизнь. Он привязал веревку длинную к этой камере и обвязал ее за талию. Для чего? Для того, чтобы если он утонет в Висле, чтобы эта камера плавала сверху. И взяв за эту камеру, обнаружили бы эти документы, а потянув, нашли бы его там уже в воде мертвых. Ну вот, он нырнул в эту воду Вислы холодную, октябрьскую, и где-то чуть ли не в середине там Вислы вынырнул. У него был один шанс из тысяч остаться живым. И вот он его испортил. Утром 2 октября Колос прибыл в штаб 1-го Белорусского фронта. Несколько дней подряд он отчитывался о результатах проведенной разведоперации. Этот отчет был доставлен лично Сталину. В январе 1945 года вместе с войсками 1-го Белорусского фронта Иван Колос снова вошел в Варшаву. Войну закончил в Берлине. Был среди тех сотрудников ГРУ, что обеспечивали безопасность во время подписания акта капитуляции. Занимался выемкой документов в бункере Гитлера. Вспоминал, как, сидя в кресле фюрера, он, 22-летний разведчик, думал о том, что теперь его ждет демобилизация и большая счастливая жизнь. Все так и случилось. Колос прожил долгую жизнь. Были в ней и любовь, и рождение двух сыновей, и любимое дело. Иван Колос стал известным журналистом и прозаиком. Его документальные приключенческие повести, посвященные Великой Отечественной войне и Варшавскому восстанию, издавались в СССР большими тиражами. Читатели любили и ценили писателя. И никто не знал, что всю свою жизнь Иван Андреевич Колос оставался разведчиком генерального штаба. В мае 2005 года 82-летний Иван Андреевич Колос вместе с другими ветеранами, участвовавшими в освобождении Польши, был приглашен в посольство этой страны на торжественный прием, посвященный празднованию 60-летия победы над нацизмом. Приехавший в Москву президент Польской Республики Александр Квасневский должен был вручить им памятные медали, но перед этим выступил с речью, в которой обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с Германией. Его слова потрясли ветеранов, но возражать главе иностранного государства никто не посмел. Никто, кроме Колоса. «Я не могу принять эту медаль», заявил Иван Андреевич, «потому что для меня принятие теперь значит предать всех тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Польши. Их было больше 600 тысяч. Ведь правда об этом восстании до сих пор не прозвучало в полный голос, а ложь звучит все громче. Политические ветры гасят свечи нашей памяти, а значит, время наград для меня еще не пришло». Иван Колос умер в 2007 году. Политические ветры, о которых он говорил, сегодня задувают все сильней. «Но я верю, что свечи памяти в нашей стране им не задуть никогда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова